Итак, сегодня мы говорим о том, как сохранить сердце здоровым вместе с главным кардиологом Свердловской области Яном Габинским, Мигалин Львович. Добрый день. Добрый день. Ну, те программы, которые разрабатываете лично вы и Уральский институт кардиологии, знают уже очень многие. Свердловчане это и коронарный паспорт, и город сердца, целый проект, который строится в городе. Вот почему сегодня это важно? И самое главное, это нужно делать комплексно. И коронарный паспорт должен себе оформить каждый житель Екатеринбурга и региона. Я уже как-то вам говорил, что мы надеемся все-таки на поддержку губернатора в этом вопросе, потому что все равно нужен, так сказать, не только идеолог домедицинский, но и идеолог политический, идеолог, который регионом руководит. И когда в 2016 году губернатор сказал, что каждый житель Свердловской области должен получить коронарный паспорт, у нас на сердце радость, потому что вот я думаю, что мы будем вот эту помощь и дальше ощущать. И самое главное, чтобы продолжалось финансирование по коронарному паспорту. Уже по программе «Здоровье уральцев» мы посмотрели и обследовали 3300 человек. Это большая цифра. Можно говорить о ней уже как о, так сказать, пилотном проекте, который прошел. И мы понимаем, что вот все то, что мы сделали, 3300 человек, и то, что мы с помощью коронарного паспорта обнаружили те изменения, которых не видят на диспансеризации обычной. Люди совершенно приходили здоровые, но они были в возрасте от 30 до 60 лет. Но это были люди, работающие в опасных профессиях. Летчики, авиадиспетчеры, машинисты, работники ГАИ, скорая помощь и так далее. И мы посмотрели, что мы, честно говоря, для нас это было удивлением, потому что они ни разу не обращались за медицинской помощью, а у них было у этого количества, то, что я сказал, 57%, кардиологическая проблема. Поэтому нам очень хочется, чтобы мы с профилактической точки зрения вот предупредили вот то, что может появиться у человека. И мы говорим, что человек уже в Свердловской области, но особенно мы ориентируемся на мужчин, потому что у них чаще в молодом возрасте возникают все эти проблемы, должны пройти обследование на коронарный паспорт. При устройстве работы мы требуем не традиционный паспорт России, а еще и коронарный паспорт. Это должно стать обязательным атрибутом. Вы знаете, спасибо вам за вопрос отличный. И мы будем требовать, может быть, придет это время, не то, что требовать, а просто разъяснять человеку для того, чтобы даже работодателю будет очень важно. Особенно, если он набирает это в транспортные компании, допустим, автобусные или троллейбусные, или трамвайные. И чтобы человек, который ведет трамвай, или который ведет автобус, или транспорт, или все что другое, чтобы он был уверен за его состояние здоровья. Не просто вот по той диспансеризации, которая у нас сегодня есть, а вот более четко углубленной по той технологии, которую мы говорим, связанной с коронарным паспортом. Коронарный паспорт, как долго его нужно оформлять? Какие основные там условия? И нужно ли его постоянно носить с собой, чтобы, если что, врач сразу понял твое состояние? Ну, коронарный паспорт, я сейчас в этом не показываю, мы уже раньше с вами говорили, это просто такой же вид, как банковская карточка. Постоянно носить то, что вы носите в своих документах, у вас всегда присутствует, он может быть в карманчике просто находиться. И всегда по коронарному светофору мы так его называем, потому что на лицевой стороне коронарного паспорта есть цвета. Но вот в связи с нашими обследованиями, которые мы проводим, и относим этого человека к тому или иному коронарному коду, коронарному статусу, у него появляется свой цвет. Вот это все укладывается в те технологии прорывные, о которых сегодня говорит президент. И нам не очень хочется, чтобы на региональном уровне, и вот нас слышали, нас услышали, чтобы мы могли проводить вот эти все, чтобы эта технология не попала куда-то в другой регион, и они начали это делать более быстро. А мы хотим, чтобы здесь приходили и депутаты, и общественная палата, и все мы понимаем, что это надо делать, и выискивать возможности какие-то финансовые, потому что нам очень хочется, чтобы эта технология для людей была бесплатной. Если мы говорим о программах вот такого уровня, конечно, нужна поддержка руководителей, которые бы могли бы решать эти вопросы для того, чтобы продвигать эту технологию и дать ей возможность развиваться. Вы понимаете, она же создана, она не постоянна, ее надо развивать, эту технологию. А если мы будем год, два, три, четыре ничего не делать, значит, мы уже будем отставать от тех, кто вот этим занимается, может быть, и в других там местах. Поэтому мне очень хочется, чтобы вот все то, что мы придумали, то, что мы создали в Уральском институте Кордева, не только коронарный паспорт, не только город сердца, не только там вот эти дефибрилляторы, о которых сейчас очень многие говорят, которые позволят тоже спасать жизни. Чтобы она нуждается в определенной поддержке, но не просто в словесной, а в финансовой, материальной поддержке. Тогда, я думаю, что это все будет хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам.